Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Сегодня традиционно и для понедельника пройдет вебинар и голосовой стрим в телеграм-канале и также традиционно перед началом вебинара вам будет предложено несколько тем на выбор. Соответственно, прошу проявить большую активность, оставить фидбэк в виде конкретного голоса. Чем больше будет ваших голосов, соответственно, тем более, наверное, объективно мы узнаем, какая тема представляет для вас сейчас самый большой интерес. Хочется давать контент именно в соответствии с запросом, потому что я прекрасно понимаю, что если вы не интересуетесь фундаментальным фоном, скорее всего, это связано с интересом какой-то категории финансовых активов, либо конкретному инструменту. В общем, друзья, следите за постами в нашем телеграм-канале. Сегодня будет на голосование. Сам вебинар состоится в 16.00 по московскому времени и также будет возможность по ходу самого вебинара еще задать вопрос, если в этом будет особая необходимость. С большим удовольствием отвечу. Ну что ж, к ключевым событиям этой недели я выделил два фундаментальных события. Это заседание американского регулятора, заседание банка Канада. Мы следим как за долларом, так и, соответственно, за канадской валютой. Заседание ФРС. Традиционные итоги будут подведены в среду. И всех трейдеров это событие интересует прежде всего с позиции того, пролет ли американский регулятор свет на перспективу американской монетарной политики. Вопрос, который задают все. Будет ли в марте повышение процентной ставки? Я думаю, что будет. Это фактически, наверное, даже уже и заложено в цену. В марте будет свернута программа количественного смягчения, повышена процентная ставка. Но вот на сколько? 0,25 или 0,5 процента? Это другой вопрос, который, наверное, сейчас больше интересует тех, кто разбирается в фундаментальном фоне. В целом, условия для повышения процентной ставки, они сформировались. И прежде всего, регулятору, американскому регулятору, нужно сейчас реагировать на крайне высокие значения по инфляции. В принципе, на этом можно даже закончить, обрисовывая перспективы того, что будет с политикой американского регулятора. Потому что индекс потребительских цен, как вы помните, друзья, в США по итогам декабря достиг 7%. Это максимум за последние 40 лет. И практически 100% вероятность того, что дальше он будет расти. И ФРС наконец-таки все-таки принял решение начать борьбу с высокой инфляцией, ужесточая монетарную политику. 2022 год это будет год тренда именно роста ключевой процентной ставки, серьезной волатильности на американском рынке долга, который будет очень сильно конкурировать с американским фондовым рынком. Поэтому сейчас многие инвесторы, которые реально с большими деньгами уже начинают перетряхивать свои портфели, выходить из отдельных сегментов, из акций роста, в целом выходить из фондового рынка США, ища альтернативы в том же самом золоте, в облигациях и так далее. Посмотрите, что происходит с американским фондовым рынком. Если даже наложить классику рыночную, именно движение, масштабы движения на те графики, которые видим в моменте, любой таймфрейм можете открыть, 10% коррекция. Это уже полноценная коррекция, это не какой-то технический откат перед набором позиций по ходам еще выше. Это мощное нисходящее движение, которое, как правило, легко может перерасти в настоящий медвежий тренд. Поэтому ранее, на прошлой неделе, когда мы с вами разбирали золото, я говорил, что сейчас мы отчетливо видим повышенный интерес к всем инструментам, относящимся к категории защитных активов. И доказательством этого был рост золота в среду, который совпал со значительным притоком денег в золотые те фонды, в частности, из ПДР, в Голдшерс, 304 или 305 миллионов долларов в моменте. И посмотрите, кому интересно, на динамику движения средств в другие фонды идти. Вы увидите то, что с каждым днем позиция становится все более внушительной, спекулятивный лонг растет, потому что золото сейчас, друзья, доверяют. И я думаю, что при снижении американского фондового рынка дальше, при неоднозначной динамике доллара, именно золото, может быть, отдельные активы рынка Форекс, такие как франк и иена, облигации, они станут топовыми активами, за которыми лучше следить. Так вот, возвращаясь к заседанию ФРС, я настроен на то, что будет больше ясности именно по итогам этого заседания. Но пока что новых позиций по доллару не рекомендую. По поводу заседания Банка Канады. Ставка будет ли повышена? Есть основания для этого. Это прогресс на рынке труда и высокая инфляция, которая была подтверждена актуальными цифрами на прошлой неделе. Нужно сокращать полностью и программу количественного смягчения и уже анонсировать, конечно же, повышение процентной ставки. Поэтому я среди тех, кто все-таки верит в жесткую политику канадского регулятора и в правильную реакцию канадской валюты на эту политику. Сейчас котировки по паре доллар-канадец 1,2530. Мы как раз с отметки 1,25 присматривались к этой паре. И в связи с содержанием экономического календаря, думаю, что можно ставить на 1,23 и ниже в перспективе ближайших двух недель. Американский фондовый рынок S&P 500, 4424 пункта. Сейчас цели на дальнейшее снижение после локальной консолидации, после ясности Федрезерва, но добьем 4200-4100 с большой вероятностью. Биткоин 35 тысяч, пробили мы 40 тысяч поддержку и очень неплохо на этом заработали. Сделали еще один мощный шаг к нашей долгосрочной цели в 30 тысяч. 30 тысяч уже при таком движении, как мы видели в выходные, уровень, который явно не за горами. Что касается золота, 1837 долларов за тройскую консу в моменте. Напоминаю, друзья, что золото сейчас пользуется поддержкой всего того фундаментального фонда, который я озвучивал ранее в рамках прошлых недель. Инфляция, общие рыночные страхи, неопределенность по доллару, приток капиталов, чистый приток фонда, который специализируется на золотом рынке. Также хочу обратить ваше внимание на индекс рыночных настроений Кайман. Многие из вас сомневались в том, что показывает ли он хорошие результаты. В моменте мы видим, что показывает, друзья. Сейчас очень серьезная позиция в шорт. Соответственно, идем по пути наименьшего сопротивления вверх. Цели 1870 и выше. Британская валюта 1.3551. Данные по инфляции. Это ключевой отчет прошлой недели. Инфляция выросла. Соответственно, вероятность повышения процентной ставки возросла. Заседание Банка Англии на следующей неделе. И будем ждать решения очередного по росту ставки. И, соответственно, ждать роста британской валюты. Рынок нефти. Здесь я по-прежнему пока что локально держу наши арты. Потому что я все-таки верю, что Байден, который обещал вмешаться в случае дальнейшего роста цен, что-то сделает. Например, анонсирует продажу еще больших объемов стратегических резервов. И это решение может быть озвучено уже на этой неделе. Так же, как и аналогичное решение от Китая. О продаже национальных стратегических резервов в преддверии и перед началом китайского нового года. Поэтому мои ожидания по бренду это снова, как и раньше, дождаться теста поддержки 85 и потом уже смотреть на уровень 80. Почему бы и нет. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии и всей недели. Увидимся сегодня в 16.00 по московскому времени. Всем пока.